всем привет моих друзей выходит очередная беседа с очень интересным человеком выдающимся игроком ну одним из самых значительных самых ярких персон бадминтоне в двадцать первом веке моим хорошим другом также наставником человеком с которым очень много мы беседовали спорили ну из конечно огромное количество приятных самых приятных воспоминаний связано с ним это станислав пухов и анонс навел меня на определенные мысли конечно я думал уже об этом я размышлял и вот хочу немного с вами поделиться я являюсь большим поклонником хоккея шайбой национальная хоккейная лига континентальная хоккейная лига уже больше десяти лет я слежу за этим видом спорта и не только за самой игрой не только за какими-то игровыми эпизодами но и жизнью которая существует вне льда у этих клубов организаций игроков в общем чему я веду кто бывал на матчах в америке или в россии конечно видел что под сводами каждого дворца висят свитера с фамилиями самых заслуженных великих игроков этого клуба и каждый спортсмен который находится в системе этих клубов конечно знает имена и фамилии всех всех хоккеистов которые внесли такой весомый вклад в развитие спорта самой организации и на мой взгляд это очень важно потому что так и таким образом формируется очень много полезных качеств у молодого и подрастающего поколения то есть наследие которое создали эти игроки она передается с поколениями и все будущие звезды конечно помнят своих кумиров в прошлом людей у которых они учились людей которые чем-то им помогали и стас относится именно к числу этих самых спортсменов по моему мнению о которых стали забывать которых уже ну да был когда-то играл хорошо но какого-то какой-то энергии особой и какого какого-то увлечения именно у молодых молодого поколения увлечения истории спорта бадминтона я не вижу но на мой взгляд это очень важно потому что это формирует дисциплину это формирует анализ это формирует очень много полезных качеств которые помогут стать хорошим игроком и список таких имен очень большой конечно это такие игроки как зуев николадимич андрей антропов елена владимировна рыбкина да знают эти фамилии слышали но как игроков думаю не так много людей кто задумывался о том а как эти люди добились таких результатов естественно эти спустя какое-то время появлялись такие игроки как санислав пухов такие игроки как александр николаенко виталий дуркин валерия сорокина марина якушева очень список очень большой и мне хотелось напомнить всем об этих людях потому что я сам очень очень люблю историю спорта следи слежу за статистикой слежу за какими-то интересными моментами эпизодами из из жизни спортивной рекордами и так далее но вот к сожалению бадминтоне у нас как-то это не принято и хотелось бы дать наверное совет не только молодым игрокам но и любителям которые занимаются бадминтоном чтобы они интересовались историей интересовались именами которые прославили без лишнего пафоса нашу страну и после чьих игр к россии стали относиться как бадминтонной опасной стране в общем такие мысли такие мысли ждем ждем интервью уже есть следующий гость тоже очень интересный человек думаю ближайшее время мои друзья тоже анонсирует интервью запишут сначала потом анонсируют но в первую очередь конечно ждем интервью со стасом очень интересно что же он расскажет прямо чувствую что будет прилив ностальгии от его слов и еще раз хочу сказать что любите спорт занимайтесь бадминтоном всем успехов и удачи а Продолжение следует...